Улица Татарская, тротуар в сухую погоду неприглядной, пыльной, покрытой ямами, после любого дождя превращается в грязное месиво. Пройти по нему испытания для девушек на высоких каблуках и для мам с колясками. Удивляет такое состояние тротуарной части в городе неподалеку от столицы еще и потому, что живем мы в 21 веке, когда технологии позволяют летать в космос. Случается, что подобные ямы становятся предметом судебных тяж. Пример, 97-й год. Вход в один из магазинов. Частично разрушена была бетонная площадка перед входом в магазин. И для того, чтобы каким-то образом ее закрыть, положили ворсовой коврик. Но под ним была бетонная выщерблена где-то глубиной около 8 сантиметров. Женщина, которая заходила в этот магазин, подвернула ногу, упала с этой бетонной ступеньки вниз, повредила сильно очень колено. И ее расходы на лечение, а также потеря заработка составила около 400 тысяч рублей. В этом случае дело решилось в пользу женщины, которая повредила колено. И организация, обслуживающая территорию, где расположен вход в магазин, оплатила пострадавшей и лечение, и потерю в зарплате. Это еще одно доказательство того, что молчать нельзя. Нужно непременно жаловаться на проблемы городской среды. Поэтому, когда возникает подобная ситуация, опять-таки, повторюсь, нужно зафиксировать само событие, где это произошло, что это произошло, по какой причине. В дальнейшем делается оценка ущерба, если речь идет о машине. Если вы получили ущерб здоровью, то вы подтверждение справками, какие расходы на лечение или рекомендации в дальнейшем санаторно-курортном лечении, эти справки в дальнейшем применяете при досудебном обращении к виновнику того, что произошло. Подобные необорудованные разбитые тротуары можно найти в разных частях города, в центре, спальных районах. Каждому пешеходу знакома такая картина. При этом асфальт для оформления тротуаров специалисты давно не рекомендуют использовать. Тротуарная плитка гораздо безопаснее и экологичнее. Именно ее сейчас используют при ремонте тротуаров на улицах Высоковольтная и Салтыково-Щедрина. Улицы преображаются, а у горожан появляется надежда на проживание в цивилизованной городской среде. На самом деле большое количество тротуаров в городе Рязани требует ремонта, требует устройства. Мы сейчас разработали проектную документацию порядка на 20 участков дорог, которые также включили туда ремонт тротуаров. Поэтому мы, исходя из финансирования, постараемся максимально реализовать все эти проектные документации. Такие перемены не могут не радовать. Но помните, в проектную документацию, которую составляют, чтобы внести те или иные территории в список ремонтируемых, попадают те, о которых граждане активно заявляют. Поэтому улучшение условий жизни в руках каждого из нас. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, Игорь Глотов, телекомпания «Город».